Я доверяю калибровке. Это также дает мне чувство безопасности. Потому что я делаю какие-то предположения про эти вещи. Но я готов изменить их как только за секунду калибровки. Вы понимаете? А калибровка это правда, если есть такая вещь. Потому что это из их карты. И вот почему я хочу на нее все время реагировать. Помнишь, я говорю, что мы входим в зал, садимся и начинаем говорить? И мы не имеем представления о том, какая цель в этом зале, но мы с калибровки это узнаем. Я надеюсь, что вы всегда практикуетесь в наблюдении. Сделайте из этого игру для себя. Везде. Иногда застревают люди в мертвом времени. В метро. В очереди, в магазине. Поиграйте. Поработайте. Развлекитесь. Супермаркет-терапия это мое любимое занятие. Супермаркет-терапия это мое любимое занятие. Я сижу в аэропорту в Сан-Франциско. И иногда, когда ты не говоришь по-русски, это правда хорошо. Это вынуждает меня работать полностью в невербальном. И так я сижу и жду, когда меня посадят в самолет, чтобы я полетел в Москву. И там эти двое русских, которые спорят. И они сидят напротив меня. Я решил помочь одному из них в споре. И всякий раз, когда один из них говорил. Я читал журнал. И всякий раз, когда этот говорил. И всякий раз, когда этот говорил. И мало-помалу этот победил. И это было смешно. Потому что на полпути этого спора. Он повернулся и посмотрел на меня. И он сказал что-то по-русски. И он сказал что-то по-русски. И я посмотрел на него. И другой сказал, А другой сказал, What? How do you let me let me let me? At me. Да. Он сказал, Пойдите раду мне. Значит, этот перестал говорить, а другой стал моим другом. Десять минут спустя, примерно, он подошел ко мне, и он дает мне свой чемоданчик, и что-то мне сказал. А к тому моменту я знала одну русскую фразу, и это единственная фраза, которую я знала, я не вполне была уверена, что она означает, но я подумал, почему бы нет. И он забрал свой кейс, и я сказал, конечно. Так что, очень скоро, они оба говорили со мной, по-русски. И все, что я делаю, смотрел на обоих, и калибрировал к ним, в том числе, как они калибрировали мне. И у меня не было ни малейшего представления, что они говорили. Но это была великолепная беседа. И потом я сел в самолет, и я сел на свое место, и прямо рядом со мной сидит женщина, которая сидела, я к тому моменту не понял этого, а сидела слева от меня, когда я общалась с ним. Но она при этом ни одного слова не произнесла. Мы сели в самолет, и она сидит прямо рядом со мной. И она начинает говорить со мной по-русски. И я сказал в английском, я сказал, извините, но я не говорю по-русски. Она говорит, нет, нет, нет. Ты бегло говоришь по-русски, я видела, как ты общался с этими двумя. И я ей говорю, да я ни слова не произнес. Она говорит, ну да, ты с ними разговаривал 20 минут. Я видела. Я продолжаю ей говорить по-английски, я не понимаю. Знаете, сколько рейс длится из Сан-Франциско до Москвы? Она говорила со мной по-русски. Она говорила со мной по-русски. 18 часов. Нет, и я не могу идти по-другому. 18 часов с остановкой во Франкфурте. И я наконец-то сказал, окей, я слева. И я до конца сказала, хорошо, я бегло говорю. Она ни за что не хотела верить, что я не говорю по-русски. Я говорю, ну ладно, ладно. Я в этой стране уже 13 лет. И это один из совершенно чудесных случаев подобного рода. В 1988 году я летела из Южно-Сахалинска. И я предполагала, что я прилечу в Москву. Если вы русский, это для вас стоило 35 долларов. А если американец, это было 700 долларов. И мой друг сказал, мой русский друг сказал, ну нет. Он купил мне русский паспорт. Я летел самостоятельно. Я не знаю, были ли вы в Хапаровске. Но в 1988 году там была самая жесткая безопасность по сравнению со всеми городами, где я только ни был. Я сказал, я не смогу пройти сам через домашнюю. Четыре раза вас останавливают. Проверяют паспорт и все остальное. Он говорит, да ничего, это не проблема. Ты можешь это сделать. Ты говоришь, только две вещи, которые нужно знать. Это подстраиваться к калибровке. И если они вынуждают тебя говорить, смотри в землю и делай вот так. Это правильно. Итак. У меня есть паспорт, который совершенно точно не мой. Это мужчина. Мы оба мужчины. Но это примерно так близко, как это будет. Это самый большой сход. Мы both had hair. У нас обоих голова здесь. So, I go in line and I give the passport. And I learned how to be Russian. Я даю паспорт и я научился как быть русским. So, I'm standing there being Russian. And he's looking at the picture Он смотрит на фотографии And looking at me And finally I got tired And he asks me something So, I'm thinking, oh, God. I know I'm going to the gulag in Siberia. I know it. Теперь, я думаю, ну все. Теперь меня в гулаг в Сибири отправят. There'll be Frank and all the other Russian bad guys. So, there'll be Frank and all the Russian bad guys. So, I finally, I wait about five seconds and I go And he looks at me And he looks at your baggage and he says, And he goes, yeah, don't you? Он смотрит на ваш багаж И произносит такую тираду. How did you get out of me? How did you get out of my car? Yeah. Я был потрясен, это сработало. Потом я сел в самолет. Я понял, что они не могут читать билет. Я не знаю, где сесть. Я наконец выбрал какое-то место себе и сел. И довольно быстро, пять минут спустя, подошла женщина и вот так на меня смотрит. Она смотрит на меня, сидящего на этом месте. И она мне что-то сказала. И я посмотрела на нее. Она смотрит на меня. Она смотрит на меня. Она так сделала. О, my God, they do it too. Что я могу сделать? Так что я сказала. Она говорит, дай мне тикет. Она мне говорит, давай билет. Так что я передаю тикет, она смотрит на меня. Я отдала ей свой билет. Она говорит, пау! И она вот так сплотила. Она провела нахи разря. И она говорит, ну, окей, окей. Нормально, нормально. Она швырнула меня на место. И она говорит, это все. Я посмотрела на нее. И так, невербальная коммуникация. Так, невербование. Спасибо. 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 Спасибо.